Всем привет! В прошлом видео мы смотрели тесты Атлона 200GE и насколько он тащит игры. И тащит игры он, мягко говоря, не важно. А в этом ролике мы прокачаем наш компьютер. И мы не будем сюда ставить какой-нибудь Ryzen 3600, потому что у нас нету в компе видеокарты. А сразу поставим сюда видеокарту. Да не простую, а с лучами. RTX 2060. Видеокарточка у нас новая, нулевая, в упаковочке. И с характерным запахом дешевого китайского пластика. Сделана она в сентябре 2021 года. Не имеет подсветочек, но имеет функцию фан-стоп, которая останавливает вентиляторы в простое. И таким образом посмотрим, во-первых, раскроет ли этот процессор видеокарту 2060. А во-вторых, что вообще можно получить от такой сборки на нищих лучах. Оперативка у нас 2 по 8 гигабайта с частотой родной 2400, разогнанная до 3200 с таймингами 20. И кулер вот такой вот дипкульчик, башенный, его хватит с головой. Поехали! И начнем сразу с тяжелой артиллерии, это кибербах. Настройки, чтобы не молочиться, сразу ставим впечатляющие, пока что без лучей. И запускаем бичмарк на бич сборке. Что ж, наша бич сборочка бодро тащит бичмарк в киберпанке с убором, разумеется, в наш гиперпенечек. Кстати, несмотря на отсутствие трассировки, отражения в лужах все-таки присутствуют. А теперь включим трассировку лучей. Сразу ультра. И DLSS на ультрапроизводительность. Нет, просто на производительность. И запустим еще раз тест. И вы видите лучи? А они есть. Здесь. И здесь. Вот вам сравнение. Если вам этого мало, что ж, можете играть без лучей. Что ж, давайте не мучить атлончик лучиками и снизим настройки до высоких. Только выключим фиделити фуфикс, поскольку он нам не нужен. Ой, да что мы все бичмарки, да бичмарки. Давайте сыграем, что ли, в кибербак для разнообразия, а? Вот иногда кажется, вот оно, почти идеальное раскрытие. А потом посмотришь, нет, нифига. Впрочем, покататься по городу и посмотреть на красоты игры на высоких настройках, этот компьютер позволяет. А что это все киберпанк да киберпанк? Так, неужели других игр нету? Так, в чем там еще обычно тестят компьютеры? Ага, Лариска. Вот в Лариску и пойдем. Что ж, Лариску затестим на полных ультрах и без этого вашего фиделити фуфикса и DLSS. Они тут не нужны, потому что видяха тащит. Доброе в порядке. Да. Что ж? Походу в лариску. Ну что ж, бичмарку Лариске на шатлончик тащит неплохо и иногда, кажется, даже раскрывает видеокарту, хотя на самом деле 20-60 способна на большие. А сама игра нас встречает хорошей частотой кадров, плохой частотой кадров. И так во всей сцене. Смотрим на толпу, частота кадров падает. Отворачиваемся, поднимается. Что ж, таково свойства двухъядерных процессоров, будь они хоть старые, хоть новые, хоть сверхновые. А в бою частота кадров нормальная. И даже наблюдаем что-то похожее на взаимное раскрытие процессора и видеокарты. Что ж, посмотрим еще немножко геймплей Лариски под музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Метро Исходус. Обычная версия не Enhanced Edition, в которой можно лучи отключить. Но мы этого делать не будем. Включим высокие настройки, высокую трассировку и про дело СС не забудем. Смотрите! Смотрите! Тащит! Ага, тащит! Впрочем, для затычки результат достойный. Особенно за неимением другого процессора. Что же касается DLSS, то включай его, не включай его. На этом процессоре разницы никакой. Внезапно, контрол. Все высокое, лучше высокие DLSS. И кажется, эта игра подтормаживает. Да что там, она тормозит! Зато, эта затычка кушает всего лишь 10 ватт. Но сильно ли это вас обрадует? И, наконец, Фортнайт. Настройки эпические, включены лучи. Я хрен его знает, где смотреть в этой игре лучи. И нафига вообще лучи в игре с мультяшной графикой? Но поскольку в этой игре заявлены лучи, то эта игра попадает в этот тест. При приземлении фризит беспощадно. И можно даже походить по воздуху. Ах да, эта гора не прогрузилась. Но это же не важно, правда? Ведь дальше все прогрузится. К сожалению, нет выше тридцатки с копейками. Эта игра выдавать не хочет. Впрочем, если перестать маяться дурью и отключить лучи, которых все равно не видно, то частота кадров вырастает до приемлемых значений. Впрочем, мы же помним, что у нас двухъядерный процессор. А фризы напомнят. Я хрен его знает. Может, меня закидывает к полным новичкам, или я все это время в ПВЕ играю, но при всех фризах и тормозах происходит вот это. Что в итоге? Можно ли покупать хорошую видеокарту Катлону 200GE? Конечно же можно. Во-первых, вам никто не запретит. А если серьезно, то поставив видеокарту к этому процессору, вы сразу увидите разницу. Ну а потом вы сможете просто заменить процессор на какой-нибудь другой, даже без видеоядра. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего ПК. Субтитры сделал DimaTorzok